Русские руководства Из-за своей Савченко они подняли гигантский скандал. Савченко, героиня, она на всех ресурсах. Я не буду оценивать поведение господа Савченко, тем более, что, естественно, я к ней отношусь негативно, и если бы она попала в руки, ко мне во время командования она была предана военно-полевому суду со всеми вытекающими последствиями. Я в этом уверен. Но вопрос не в этом. Что сейчас за Савченко встает все Украину. У нас оголтелое молчание на всех телеканалах в отношении всех российских заключенных, в том числе тех, кого украинская сторона считает российскими военнослужащими. У нас в связи с Савченко вытащили на телевидение только Виктора Бута. Не собираюсь, опять же, оценивать, кто такой Виктор Бут, знаю только, что это был крупный коммерсант, торговавший оружием на международном уровне. Больше у нас нет политических заключенных, получается, русских, россиян за границей. Вот это слово «выдающаяся подлость», когда мы все слышим о том, что наконец-то мы освобождаем Тадмор, что мы воюем в Сирии за какие-то духовные скрепы, хотя у сирийских бояков нет ни одного русского плена. Другим словом, чем бодростью, это не назвать. Если кто-то у нас недавно выступавший на телевизоре не упомянул вообще о проблеме русских в мире и только заикнулся, промял, я бы даже сказал, про то, что он согласен на введение вооруженных сил ОБСЕ на территорию восточных районов Украины, чтобы прекратить там якобы войну, то уже, к сожалению, на чиновников, плохих или хороших, сваливать это нельзя. Он лично несет ответственность за все, что происходит с русскими людьми, с гражданами России, раз он президент России. А если он не хочет быть президентом России, пусть так и скажет, тогда с него эта ответственность будет снята. Что получилось? Ну, одно дело, когда люди поехали побогать, например, русским Одессы, и там попали сейчас в застенки СБУ этой гражданине Украины и граждане РФ, и сейчас о них вообще молчок. Они ничего не говорят. То есть все, все внимание переключено на Сирию. Никто на государственном уровне не помогает. И те, кстати говоря, кто бежал оттуда, кто воевал в Славянске, кто оборонял Донбасс, формально граждане Украины, которые на самом деле воевали за Россию, за русских, они сейчас оказались в ужасном положении. У ФМС, Федеральная миграционная служба, которая еще действует как отдельная МВД, она работает, ну как, не знаю, как убийца. Она норовит выслать этих людей, депортировать туда, на Украину. То есть в лапы СБУ, просто в лапы смерти. Так случилось, например, с начальником снабжения в Славянске, знаменитым батей Дмитрием Куприяном, который фактически оказался вытолкнут из Российской Федерации, он пытался здесь найти убежище. И сейчас он в застенках. И об этом, об этом человеке, ветеране войн в Африке, о служившем в советской армии более 30 лет, рассказывает его супруга. Я расскажу, как он попал в застенки СБУ. Когда по состоянию здоровья он покинул службу ДНР, вернулся домой. Началось гонение со стороны СБУ на нашу семью. Поэтому мы уехали в Россию, поселились в деревне, нам люди предоставили жилье, домик. Президент России обещал, мы слышали это, что гражданство оформляться будет беженцам из Донбасса по ускоренному режиму. Поэтому мы приехали в Россию. Но получить статус нам не удалось. Работники федеративной службы миграционной сказали, что то, что сказал президент, это слова, а порядок для всех один. Батя писал письмо президенту, просил о помощи. Ответ пришел неутешительный. А не было у нас статуса гражданства, мы не получали пенсию. Как жить? Вот соседские бабушки нас выручали, приносили кто что мог. Вот поэтому эта ситуация вынудила Дмитрия Алексеевича ехать в Украину, чтобы там получать свою пенсию назначенную. При переходе границы он был арестован 20 декабря. И в настоящее время находится в следственном изоляторе СБУ. 21 марта мне разрешили свидание с ним. Ну, уже было сказано. Говорить ни о чем нельзя. Ни о содержании, ни о состоянии здоровья, ни о политике. О чем же говорите? Говорите о погоде. Если будет какое-то бусмысленное предложение, охраннику этому покажется, так значит свидание будет прервано тут же. Вот так. Президент России говорил, мы русские, своих беде не оставляй. Батя русский. Он россиянин. Родился на территории России. Всю жизнь почти прожил на территории России, в Советском Союзе. Не оставьте его в беде. Помогите ему оттуда вырваться. Все. Всего комитет 25 января вот по предварительным данным насчитал полторы тысячи вот таких человек, которые оказались там, в бандеровских застенках. Но мы не говорим о тех, кого отсюда пытаются вытолкнуть. Ведь помимо знаменитого Бати, которого фактически отказались ему давать гражданство Российской Федерации и вытолкнули туда в лапы противника на территорию Украины, ведь есть и другие, которые еще пока не попали в такое же положение, но они могут оказаться в нем. Например, знаменитый ополченец с позывным Ангола. Это тоже человек, который воевал еще в советской армии на территории Африки. В 81-м году получил инвалидность, воевал уже на защите Донбасса. И сейчас его УФМС Московской области пытается депортировать в течение месяца. Этот человек тоже будет выдан. Он тоже в свое время имел несчастье поверить первому лицу российского государства, что русские своих не бросают. Напоминаем, что в отличие от Абхазии и Южной Осетии, которые были признаны Москвой, ЛНР и ДНР остаются непризнанными республиками. И что самое страшное, что и сейчас там тоже появились свои политические заключенные. И те люди, которые сначала статулись в бандеровской угрозе, теперь попадают в подвалы уже структур безопасности ЛНР и ДНР. А эти республики, как известно, управляются на самом деле из Москвы с помощью господина Суркова. Чтобы сразу понять проблематику и не быть голословными, вот рядом со мной сидит наш товарищ ополченец, который в ополчении, помимо того, что он поддерживал нас своим присутствием, он гражданин Франции, поэт, драматург. Он еще выполнял функции военного корреспондента, а как известно, военные корреспонденты рискуют своей жизнью не менее, чем простые бойцы. И вот ситуация, в которую попал Юрия Юрченко, позывной Анри, она оказалась как раз такой, он попал в плен. Далее он расскажет сам, потому что передать то, что происходит в плену, может только человек, который там побывал. О том, что такое плен, я говорю много раз, я думаю, сейчас не стоит много. Я только скажу, что, когда говорят, когда невинная, скажем, о дорогах целых, которая снимается у нас, по-прежнему приезжает в сериалах, и никто и не фильм, если участие, не исключает из-за репертуара, из-за канала, и он говорит, ну где же вы видели здесь фашистов? Я их видел, и я думаю, что и она к ним относится, поддерживая АТО, и приезжая туда и выступая. Ну вот, это будет это, я видел фашизм в лицо, в упор. Ну и вот на этом в ужасах плена мы не будем, а будем о том, что такой человек в плену. Вы знаете, со мной, вот такой пример, со мной в этом уже знаменитом шкафу железном сидел ополченец, был ополченец словак. Оказалось, что он попал, пришел в ополчение, он говорит, вы знаете, мы с вами должны были уже быть знакомы. Я был, когда вы вышли из Славянска, я был на площади и слышал ваш рассказ о Славянске и ваши стихи, и я заплакал, не смог подойти к вам, но на следующий день я пришел, судил в ополчение. Он пришел, приехал и пришел воевать за русский мир. Благодаря ему в большой части я выжил. Он просто самоотверженно занимался, мной у меня были перебиты ребра, нога, я не мог ни дышать, ни стоять, ни сидеть. Вот он со мной нянчился буквально. Ему предлагали вступить в Нацгвардию. Потом я вам скажу, принадлежность к странам НАТО это не смягчающее обстоятельство для плена. Наоборот, они понимают, что человек в плену, если местный, из Харцизка, они же подвигают и понимают, что он вышел защищать свой дом. А вот вы приехали сознательно, вы суки, они говорят, вас надо убивать. Значит, у вас два выхода. Те этих мы обменяем, а вас или вы работаете с нами, или вы тут останетесь. Для них мы вдвойне как бы предатели, потому что НАТО это с ними. Так вот, я сейчас как пример дочеку слова. Ему предлагали в нацгвардию, и ты будешь жить. Он отказался. Нас с ним дважды выводили к стене. И в результате, когда я вышел, вырвался, его тоже удалось, его все-таки обменяли, помогли в этом люди. Так вот, я делал все, чтобы его вытащить в Россию. Главное, я думал, вытащить в Россию. Мы его вытащили в Россию. Оттуда, из Словакии, сказали, ни в коем случае его сюда нельзя. Тут ему срок чуть ли не до 30 лет. Это были люди из посольства словацкого, да, нам сказали. год с лишним. Это человек, который пришел за русский мир, готов был отдать свою жизнь и не шел ни на какие компромиссы. Он доказывал, все знали. Следственный комитет брали с него показания, раз как там было, кто что, да все. Все прекрасно знали, что это так. И я и другие, море было свидетельствовать. Ему в результате сказали, что нет оснований для того, чтобы рассматривать вопросы гражданства. Ему покинуть страну. Это, я считаю, что это действие и у ФМС, и СК, как предательские действия, сознательные без сознания, другое дело, что они в унисон с СБУ Украины. То есть, люди, отказывают людям, которые объявлены, как вот будет говорить, как мой наш боевой товарищ, вот батя, по-славянску, по-донецку, вот, так же, им отказывают, этот человек, о нем скажут еще, но я бы просто в двух словах, что полковник советской армии, он не заслуживает пенсии в России или какой-то помощи, ему выдавили на Украину. Так же выдавливают иностранных людей, возвращающихся в Испанию, в Италию, их сажают. Да что в Казахстан и в Белоруссию, кто за них вступился? Кто? Мы говорим русский мир, там, да мы занимаемся, их буквари раздаем, там, по-срам. Да вот, мы предаем русский мир всенародно этим. Мне, в данном случае, стыдно за, потому что, я в каком-то смысле был гарантом, я его вытаскивал в Россию, этого слова, сказал, что тут тебе помогут. Мне помогли, в результате, ему пришлось уехать, и он сейчас в Ирландии нашел, как бы, его товарищи помогли, он справился в Ирландии, за которую он не проливал кровь и не отдавал свою жизнь за Ирландию, он за Россию. Ну вот, и таких море. Но сейчас еще, я не буду говорить об этом тоже, я думаю, скажут и назовут цифру про то, что творится в СБУ Украины, про наших пленных. Я скажу о том, что может быть, на данный момент, для меня важнее, еще острее, это то, что творится в подвалах МГБ Донбасса. Только что, вот на днях буквально, освободили, с большим трудом освободили одного из лучших командиров ополчения Клуни, бескорыстнейших, честнейших, отважных, которые, как никто, заботился о своих бойцах, которому сейчас даже я предложил, чтобы он выехал куда хочет, во Францию, в Россию, чтобы я все помогу сделать. Он сказал, нет, тут еще война, я должен быть здесь. Его взяли четыре с половиной месяца, его избивали, его все приели, какие-то шили там покушения на Захарченко, ну, бредовые какие-то, вот. И там масса, это мы знаем людей, кстати, не будь по интернету, не поднимись шум по поводу Клуни. Я не уверен, у меня есть для этого, есть мотивы говорить об этом, не уверен, что он бы не оказался в СБУ в Киеве. Его бы передали, но слишком громкое имя. А сколько не громких? А то, что сейчас в СБУ Донецка в МВД люди, вернувшиеся, которые были там, до этого работали, уехали, переждали на Украине, в Киеве ситуацию. Сейчас они вернулись, они работают. И они арестовывают и содержат этих людей. Оболченцев, и, опять повторяю, мы знаем только там более, так сказать, медийных имена, но там сотни, сотни ополченцев. Уже никого почти не осталось из более-менее известных людей ополчения начала. Они все, или их уже физически нет, или они сидят в подвалах, или их выдавили с территории Донбасса. Вот об этом надо говорить. Поэтому нельзя отдавать судьбу пленных на откуп. Это ж пусть ДНР решает. ДНР, я говорю, со всей ответственностью, не способна, не способна тричь. Мало того, оно заинтересовано в том, чтобы это в непрозрачности ситуации. Мы знаем прекрасно, что идет торговля, есть таксы на разные там этапы, на все, просто на то, чтобы внести в список. Даже если люди, мы отметим, что все эти деньги, вообще этим не имеют права заниматься люди. Они, может, хорошие. Вы знаете, я вот вам скажу, когда я был в плене, я уже говорил об этом, я помню, что когда мне первый раз мне дали телефон к человеку, который мне помогает по разным причинам, там помог и спас практически меня оттуда, он мне дал телефон поговорить с Москвой, я поговорил, мне сказали, Юра, все, тобой начинают заниматься. Сегодня четверг, значит, понедельник, там в Совете Федерации начнут заниматься. И я понял, что мы говорим на разных языках. Для них, ну, конец недели уже четверг, что там, господинника начнем. А для меня это жизнь вот эти несколько дней. Каждая минута, секунду, для них с понедельника они только начнут заниматься, а у меня нет ни минуты. Каждую минуту. Это все. Вопрос жизни, смерти, человеческая достоинство, унижение. Они добрые, хорошие люди, они этого не способны понять. Этим должны люди заниматься, которые знают, что такое плен. Как была женщина, которая участвовала в моем освобождении, я не буду называть, не думаю, не уверен, что это ей пойдет на пользу, ее имя, которая была сама в плену. Вот она занималась по-настоящему. Ее выжили в результате из Донбасса, потому что она там не нужна. В очень, наверное, сложное положение попали беженцы из моей родной Одессы. Те, кто пытался тогда противостоять вот этим озверевшим правосекам, их тоже у ФМС Российской Федерации не считает русскими, она считает их чужаками и тоже норовит вытолкнуть. Об этом говорит Елена Бабинина, глава одесского сейчас землячества в Москве. Я сама проходила пути ФМС здесь, я тоже была на Донбассе, Игорь Иванович знает, мы знакомы с ним лично. Мы будем говорить так, я тоже прошла этот круг, мне приходилось подавать, доказывать ФМС, почему я прошу, допустим, политического убежища. Я просила политического, но потом, ознакомившись с законодательной базой Российской Федерации, я убедилась в том, что, к сожалению, мне такой статус предоставить это государство не может. Ну, я согласилась на то, что мне будут. Мне, наверное, повезло, мне дали статус беженцы. Ну, конечно, мне пришлось принести доказательную базу, выдержать целый ряд процедур, и выждала время, я не надеялась, честно говоря, было состояние такое, ну, все, я возвращаюсь назад, в подвал избу. А если я попаду в подвал избу, то я уже не жилец, потому что мое дело лидерное, если вы знаете, что это такое. то есть, как бы, ну, слава Богу, мне повезло. Конечно, оставлять наших политзаключенных, которые душой за русский мир, ну, прежде всего, как говорится, за свой дом, мы все русские всегда переживаем за свой дом. Возьмем Одессу, мы встали, в принципе, еще мы просили, мы просили референдум, мы просили, как говорится, таможенный союз, мы не хотели присоединяться к России, мы хотели дружить с Россией. Будем говорить, давайте откровенно, у нас были все подъемные, на Куликовом поле, будем говорить так. Ну, что получилось? Получилось у нас, к сожалению, 2 мая. Продолжение следует...